Привет! В этом выпуске я расскажу, как завоевывала мир кукла Барби и ее провалы на зарубежных рынках. Барби прошагала по миру с премьерой. Шума и скандалов от этого фильма так много, что ни которым он мог надоесть еще до просмотра. Далеко не в каждой стране киноленту встречают бурными овациями. Есть и критика, и хейт, и даже запреты на показ. К примеру, в Объединенных Арабских Эмиратах премьера должна была состояться 20 июля, но ее перенесли на конец лета. Во Вьетнаме и на Филиппинах фильм вообще запрещен к показу. Из-за спорных территорий есть сцена, где Барби стоит перед красочной картой мира, а сбоку от Азии нарисована пунктирная линия, которая, по мнению некоторых, изображает линию 9-ти тяре. Это спорная территория между Китаем и Вьетнамом в Южно-Корейском море. Мы привыкли думать, что история фирмы Мотел связана исключительно с успехом. Однако это заблуждение. Компания несколько раз наступала фактически на одни и те же грабли, не учитывала массу нюансов при выходе на новые рынки и проигрывала. Эксперт по выводу компании на зарубежные рынки, со-основатель компании MetaMind Consulting Мария Николаевич проанализировала, как Мотел выходила с куклой Барби в разные страны, от востока до запада. В чем заключается главный секрет успехов и поражений, а также делилась рекомендациями, на что обязательно стоит обратить внимание любому предпринимателю, желающему с первого раза выйти на новый рынок или усилить свою позицию на нем. Если кратко, то история появления куклы Барби такая. Супруга основателя фирмы Мотел заметила, что дочь Барбара и ее подружки предпочитали играть со взрослыми бумажными куклами, представляя себя на месте такой вот куклы в будущем. Вот она, воспринимаемая ценность продукта, которая легко масштабируется под любые рынки. Но этого все-таки оказалось недостаточно для успешной международной экспансии. Мало кто знает, но страной фактического производства куклы является Япония. В середине 20 века послевоенная экономика страны восходящего солнца переживала бурный рост, однако стоимость рабочей силы оставалась низкой по сравнению с США. Многие американские компании, в том числе и Мотел, использовали эту экономическую ситуацию, заключая контракты с японскими производителями на недорогое производство товаров. Таким образом, Япония стала центром производства первых кукол Барби. Именно поэтому в 1962 году первым экспортным рынком для белокурой красотки выбрали именно эту страну. Однако реакция японской аудитории была более чем сдержанной. В первую очередь обратите внимание на образец куклы 1962 года. Это блондинка с ярким макияжем в платье с открытыми плечами и жемчужным чокером. Она нереально красива по японским меркам, скажет потом Ацука Тацуми, главный редактор специализированной японской газеты «Игрушка». Рут Хендлер, которая на тот момент уже встала во главе компании, несколько раз сама ездила в Японию на встрече с розничными продавцами. Она пыталась понять, какие изменения необходимо внести, чтобы Барби стала более привлекательной для японских девочек. Оказалось, что девочки в Японии не отождествляли себя с этой куклой. Светлые волосы и голубые глаза Барби казались им нереальными. Японцы редко видели иностранцев. Именно поэтому они считали светлые волосы как минимум странным явлением. В итоге Мателл вносит изменения во внешность куклы, осветляет кожу, цвет волос меняет на черный, голубые глаза становятся карими, а вместо платья с открытыми плечами – кимоно. Результат – на куклу обратили внимание и продажи начали немного расти. Однако в 1967 году японский производитель Такара, понимая, что Мателл не до конца учитывает особенности рынка, запускает свою а-ля Барби и называет ее Лика Чан. Результат – мгновенный успех. С того времени Лика Чан является главной соперницей Барби в Японии. Если у Барби взрослые, хотя и стилизованные пропорции, то у Лики голова огромного размера с большими глазами Лани, столь популярными в японских комиксах. Она была предназначена для пятиклассницы, а не для подростка. В этой культуре дети не хотят быстро взрослеть, ведь когда японская девочка становится подростком, она все время учится. Японская Барби готовила детей к женской жизни через игру, а американская Барби – интеллигентная, независимая женщина, реализованная профессионально. Пытаясь удержать рыночную долю Мателл, вступает в коллаборации с разными японскими компаниями. Выводит на рынок другие куклы, но в результате ни сотрудничество не сложилось, ни новые версии кукол не взлетели. В 1991 году компания открывает собственный филиал, нанимает японский персонал и вносит корректировки в текущую версию Барби, благодаря чему продажи увеличиваются до 70%. Если в 1992 году она занимала 3,1% японского рынка, то уже в 1994 году 6,1%. Сегодня самая продаваемая версия Барби на японском рынке, по словам генерального директора Мателл Инона Крейза, одомашненная. Она катает свою младшую сестру Келли в коляске, а также мини-вэн Барби для кемпинга. Презентация Барби в Европе состоялась на международной ярмарке игрушек в Лионе с 17 по 23 февраля в 1963 году. Первые попытки Мателл продавать куклу напрямую французским магазинам и дистрибьюторам были встречены с пренебрежением. Во-первых, кукла была Too American, что тогда было синонимом грубости и вульгарности. Во-вторых, что более важно, она считалась слишком взрослой. Причем неприлично взрослой. Ни один родитель не захочет покупать куклу, похожую на тролля. Таково было общее мнение. Представители Мателл предложили подписать дистрибьюторское соглашение французскому предпринимателю Филиппу Майеру, который к тому моменту построил успешный бизнес по импорту игрушек из Швеции и Великобритании. Он показал куклу своей жене, которая отнеслась к ней с недоверием. Но их маленькая дочь была просто очарована, и Майер решил рискнуть и подписал контракт с американской компанией. Одним французским дистрибьютором Мателл не ограничилась. И благодаря второму импортеру Барби и к концу 1963 года становится знаменитой на скандинавском рынке. В 1964 году Мателл выкупает патенты и права на немецкую куклу Лили, прототипом которой стала Барби, и останавливает ее производство. Так компания убирает возможность возникновения любой конкуренции на европейском рынке. Карьера Барби постепенно пошла вверх, несмотря на нападки феминисток, психологов, педагогов и многих других экспертов. После распада Советского Союза Барби стали официально продавать в России и странах СНГ. Она пользовалась бешеной популярностью, в том числе и потому, что была более стильной и менее громоздкой, чем советские куклы. Однако, в 2002 году в России ее временно запретили за распущенность и распространение западных ценностей. Попытки запрета повторялись в 2016 году, и сейчас подобные предложения звучат снова. Интересна также история выхода Барби на британский рынок. Американская компания предлагает купить лицензию компании Pedigree Dolls & Toys, однако та отказалась. Маркетинговые исследования показали непопулярность Барби среди британских покупателей. Вместо этого компания Pedigree выпустила собственную куклу Синди, а прототипом ее стала другая американская кукла Тэмми. Компания предварительно получила разрешение производителя Тэмми компании Ideal Toy Company. В 1968 и в 1970-х годах она была самой продаваемой игрушкой в Великобритании, занимая около 80% британского рынка. Синди была девочкой из соседнего двора, в отличие от гламурной Барби. У Барби был телефон, она водила машину и работала астронавтом. А у Синди была стиральная машина и плита, на которой можно было приготовить бекон. Она была вульгарной, американской и, возможно, немного заносчивой, писали в The Guardian. Почему же тогда сейчас Барби номер один и в Великобритании? Pedigree считают, что все изменилось с появлением телепрограмм Даллас и Династия, которые повлияли на вкусы детей. Куклы, которые продавались, становились более блестящими, загорелыми и гламурными. Модифицированная Синди конца 1980-х годов стала тоньше, ее грудь увеличилась, а ноги стали длиннее. Но, несмотря на эти изменения, Барби больше подходила под растущий тренд и со временем отхватила долю рынка у Синди, став лидером продаж. 18 апреля 1964 года Барби была представлена на ярмарке игрушек в Мельбурне австралийским подразделением британской компании Кидди Крафт. Куклы сразу же стали хитом продаж. И уже в июле компания заявила, что сейчас они с сенсационным успехом продаются в Австралии. Успех был настолько большим, что Мотел не успевала удовлетворять спрос потребителей. На этом фоне австралийское подразделение компании Pedigree запускает Синди по цене Барби. Для многих детей и родителей Синди становится более популярным выбором, чем Барби. Главная причина – в 1964 году Австралия в культурном отношении была ближе к Англии, чем к Америке. Через год с небольшим в октябре 1965 года новозеландская компания Lincoln International выходит на австралийский рынок с куклой Little Tappins. Она представляла собой симпатичную 8-дюймовую модницу с собственным гардеробом из 12 вещей. Более маленькая и более детская, чем куклы Барби и Синди. Но при этом обладающая изысканным гардеробом и аксессуарами. Малышка Tappins сразу же завоевала успех. Немаловажно, что цена на куклу Tappins была ниже, чем у Барби и Синди. Конкуренция на рынке Австралии была бешеная, но главными конкурентами все же оставались Синди и Барби. В итоге Барби победила. В 1980-х годах Барби выходит на рынок Бразилии. Для этого Мотел выбирает стратегию лицензирования, когда R&D продукта обладает сама компания. А за производство, маркетинг и продажи отвечают игроки локального рынка. В данном случае партнером Мотел стал крупный бразильский производитель игрушек Estrella. До этого она выпускала по лицензии куклу Сьюзи, аналога американской куклы Тами. К моменту, когда Мотел выходила на рынок Бразилии, кукла Сьюзи уже теряла свои обороты. Поэтому Эстрелла соглашается на покупку лицензии Барби сроком на 30 лет и закрывает производство Сьюзи. В 1994 году сотрудничество Мотел и Эстрелла прекращается. Производство куклы переносится в Китай. Это даже стало поводом для походов в суд, который не решился в пользу бразильского производителя. В 1997 году Эстрелла возобновляет производство куклы Сьюзи, но на этот раз права полностью принадлежат бразильской компании. А кукла максимально отражает ценности бразильского общества. Бразильские девушки гордятся тем, как выглядят. Они стремятся к некому недостижимому образу. Кукла отражает стандарты красоты, которые меняются в Бразилии со временем. В 2007 году, например, грудь куклы стала полнее, а талия тоньше. А после 2012 года, с ростом операции по увеличению ягодиц, у куклы тоже стали шире бедра и больше ягодицы. Результат – колоссальный спрос на Сьюзи и падение продаж Барби. Сегодня Сьюзи продается в Бразилии и на территории Латинской Америки. В середине 90-х годов Барби официально появилась на рынке Саудовской Аравии. Но многие люди вспоминают, что играли с Барби в детстве в 1980-х, в начале 90-х годов. Даже временные запреты в 1995-м и 2003-м годах не смогли снизить ее популярность в королевстве. Стоит отметить, что как раз на Ближнем Востоке белокурая красотка приходилась по душе внешне, но ругали ее за распущенность или за поощрение неисламского стиля одежды и образа жизни. После того, как в 2003 году Барби запрещают на всей территории Ближнего Востока, многие местные компании с готовностью взялись за эксперименты с производством локальной альтернативы. В итоге, в конце 2003 года на рынке появляется Фула – мусульманская версия Барби. Свое имя Фула получила благодаря душистому цветку жасмина, произрастающего только на Ближнем Востоке. Ее характер максимально отражает культурные ценности всего мусульманского региона Мэна. Она любящая, заботливая, честная, уважающая своих мать и отца, хорошо относится к своим друзьям. Она любит читать, а также восхищается изысканной модой. Кукла читает утренний фаджр, печет торт, чтобы удивить подругу или читает книгу перед сном. В рекламных роликах Фуллы часто можно было увидеть скромные наряды. У Фуллы нет кена, так как добрачные отношения в таких странах не поощряются. А также ей доступны только две профессии – врач и учитель. Внешне Фула была разработана с длинными угольно-черными волосами, с проседью и карими глазами. Но позже были выпущены куклы со светлыми волосами и глазами. Для рынка Саудовской Аравии она одета в черную абаю и головной платок, а для других рынков – без чадры. Например, египетская Фула носит джинсы. Но вы никогда не увидите Фуллу с открытыми плечами. Юбка всегда пускает ниже колен, поскольку традиционно от мусульманских женщин ожидается консервативная одежда. Ее также можно встретить в платьях с рукавами в половину или четверть руки, но не без рукавов. В Иране кукла Барби запрещена с 2012 года, а с 2002 началось производство кукол Сара – девочка и Дара – мальчик. На них изображена традиционная одежда, головные платки, и их можно купить вместе со всеми членами семьи, что подчеркивает значение семьи для иранских детей. Основная задача кукол – транслировать персидскую культуру и ценности. На этом я закончу историю, как Барби шагала по планете. Следующие выпуски о Барби смотри на нашем канале. Если ты досмотрел до конца это видео, поставь, пожалуйста, лайк и подпишись на канал.